Классика жанра. Принц Тамина влюбляется в прекрасную принцессу Памина, но чтобы на ней жениться, он должен пройти ряд испытаний и освободить принцессу из плена. Удается это юноше с помощью волшебной флейты, игра на которой оберегает его от любой опасности. Оперу «Волшебная флейта» поставили еще в 2007 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Сегодня ее с небольшими изменениями привезли и в приморскую столицу. «Волшебная флейта» – это в первую очередь эмоция. Она рассказывает о нашей жизни и о тех эмоциях, которые мы испытываем каждый день. Опера поставлена в жанре зингшпиль, то есть помимо песен она разбавлена диалогами и речитативами, а значит понравится не только фанатам классической оперы, но и любителям обычных спектаклей. Одна из отличительных особенностей представления в его интерактивности. Помимо сцены, актеры будут работать в зрительном зале, появляясь там в самые неожиданные моменты. «Сюрпризы нужны и важны, чтобы, войдя в зал, изменилось их настроение, их состояние, чтобы они не думали, вот у меня есть телефон, сколько времени прошло и так далее. Мы должны их заинтересовать». Кстати, придя на волшебную флейту в оркестровой яме, зритель никого не увидит. Оркестр перекочевал на заднюю часть сцены и теперь скрывается за декорациями. Такой опыт перемещения музыкантов первый для Владивостока. Это сделано, чтобы у актеров было больше места на сцене. Яркости оперы добавляют разнообразные костюмы, каждый из которых передает характер своего героя и является своеобразной метафорой. Сказочную атмосферу спектаклю создают именно костюмы, причем актеры за время представления успевают переодеться несколько раз. А три дамы, прислуживающие царице ночи, и вовсе по сюжету меняют свой облик. И чтобы зрители их не узнали, они появляются на сцене вот в таких масках. Премьерные показы оперы жители Владивостока и гости города смогут увидеть 27 и 28 мая, а также 4 июня. После этого приморская сцена Мариинского театра закроется на каникулы. Следующая возможность увидеть волшебную флейту будет только в сентябре. Ирина Мокрецова, Игорь Болтов, Новости на Восьмом.